Ну что ж, добрый вечер, дорогие коллеги. И сегодня я с вами хочу поделиться опытом своим о том, как стать официальным репетитором за 5 минут. Да, это возможно. И у меня это получилось вчера. Так вот, как вы знаете, недавно летом был выпущен закон о том, что репетиторская деятельность не подлегается налогообложению на 2017 и 2018 год. В связи с чем, в ней пришла идея оформиться официально. Ну, мало ли что, правда, кто придет к таким активным, как мы с вами, и вдруг. Перед тем, как пойти в налоговую, я распечатала и изучила внимательно статью из официального сайта налоговой. Вот он сейчас перед вами. И сайт налоговой инспекции мне сказал о том, что с 01.01.2017 не подлежат налогообложению доходы граждан, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, получаемые от физических лиц за оказание им услуг. И вот в эти услуги, вот вторая черточка, да, входим мы с вами, то есть по репетиторству. Также в категорию граждан, которые не оплачивают налоги, и самозанятые официально являются, да, входят по присмотру за детьми, больными, как бы, да, и по уборке жилых помещений в день и домашних хозяйств. То есть, ну, бабиситор, наверное, по-нашему, да. Вот. И для этого мне надо подать было уведомление. Там же, на этом сайте, я нашла это уведомление. Я его заранее распечатала. Также, кроме уведомления, вы можете подать уведомление в бумажном виде, и вы можете подать его в электронном виде. Я посчитала, что мне будет легче подать в бумажном виде, потому что в электронном там слишком много было заморочек технических, которых даже как я, человек, пользующийся столькими мобильными приложениями, не очень разобралась в этих нюансах. И побоявшись, что, может быть, прийти какая-то там неправильная информация, я почла нужным, что для меня будет легче распечатать уведомление это и отнести его в налоговую. И хорошо, что я это делала заранее, да. Также там есть памятка о том, как внимательно заполнять каждое поле этого уведомления. Почему я говорю, что хорошо, что я распечатала все это заранее, потому что, когда я пришла в налоговую нашего города, мне сказали, что я первый человек, первый учитель, который это делаю, и они не знали, у них не было этой формы, и они не знали, как это заполнять. Поэтому я говорю, я хорошо подготовилась, я им принесла это все, да, и вот в этой форме всего три странички, да, она в PDF. Заполнять лучше при них все, чтобы там различные входы вам нужны будут, и это могут они вам сказать, да. На что надо обратить внимание. На каждой из трех страничек вы вверху будете писать ИНН. Дальше, код налогового органа скажут они вам. Дальше, уведомляю, здесь ставим циферку 1, потому что вы уведомляете об осуществлении деятельности. Дальше, вид оказываемых услуг. Вот здесь очень внимательно. Ставим нолик, если мы это не оказываем. Ставим единичку, если мы это оказываем. То есть, по присмотру и уходу за детьми, бла-бла-бла, ставим нолик вот здесь, да. По репетиторству не ставим галочку, а ставим цифру 1. По уборке опять нолик, иные виды услуг ставим нолик. Дальше, все очень понятно, все вы печатными буквами обычно заполняете, да. Дальше, достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем удавлении, подтверждают физическое лицо. Здесь ставите цифру 3 и больше ничего не заполняете в левой колонке. Правую колонку на первой странице вы тоже не заполняете, это заполняют они потом, 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 когда вы все это им предоставите, да. Так. Дальше, вторая страничка. Тоже там, в общем-то, ничего особо сложного не должно быть. И третья страничка вообще остается как бы пустой. После того, как вы все это заполнили, вы отдаёте им. И они мне сказали, все, поздравляем вас, вы официально оформлены. Я говорю, а что вы мне дадите? Они говорят, мы ничего пока не выдаём. Вы первая. И никаких официальных данных о том, что мы вам что-то должны за это выдать, у нас нет. То есть вы у нас официально оформлены, вы официально самозанятый человек, официально работаете сама на себя. Ничего в налоговой фонде не оплачиваете ни в 2017, ни в 2018 году. Кстати, по поводу пенсионного фонда, это вы уже взбираетесь с ними сами, мне еще это предстоит тоже сделать. Я говорю, а как так, никакие бумажечки на ручке мне не дадите? Они говорят, нет, не дадим. Я говорю, а что если ко мне придут с проверочкой? Они говорят, ничего страшного, потому что если к вам придут проверки, то придут с налоговой, да, кто-то. А у нас есть все ваши данные. Поэтому сидите, работайте себе спокойно. И если кто придет с проверкой, то они придут к нам. А у нас есть ваше заявление и уведомление о том, что вы работаете сама на себя официально. Поэтому никаких претензий к вам никогда никто не предъявит. Все. Даже не нужно было сдавать копию паспорта и копию ИНН. Ничего не нужно было из этого сдавать. Поэтому вперед. Оформляйтесь официально. Только заранее подготовьтесь. Для того, чтобы вам было легче подготовиться, вот здесь внизу я все три документа, о которых я упоминала, я вам сделаю attachment. Я их приложу. И вы сможете их сразу распечатать. И идите, регистрируйтесь. Ничего страшного нет совершенно. Наоборот. Это все делается очень просто. Это все делается очень легко. Потом только, я так понимаю, что в 2018 году нам нужно не забыть прийти и такое же уведомление, точно такое же, заполнить под цифркой 2. Уведомляю и поставить 2 о прекращении деятельности. Потому что как потом изменится наш закон, мы не знаем. Но пока два года мы можем с вами оформиться. Это не стоит ни копейки. Это только распечатать, заполнить деятельности в налоговой. И все. И можно жить и работать совершенно спокойно и официально. Арендодателям, у которых я взяла помещение в аренду сейчас для своей новой школы, я говорю, что я физическое лицо, и что официально в налоговой я устроена как самозанятый, официально самозанятый человек. Вот так. Так что успехов вам, удачи и официальной работы. До свидания.